Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами говорили о культуре на нашем телевидении отечественном, о том, что телевидение должно формировать морально-нравственные основы молодежи, как мне кажется, в первую очередь. Огромное количество программ было раньше для подростков, сейчас их нет. Самая простейшая была до 16 и старше. Она была посвящена именно проблемам молодежи, проблемам подростков, там выступали психологи и так далее, какие-то авторитеты для молодежи, которые настраивали на спорт, здоровый образ жизни. Сейчас это все напрочь отсутствует за последние десятилетия, большие стирки и так далее заполонили абсолютно все. Сейчас есть надежда, что все-таки что-то изменится в лучшую сторону, дай бог, но, еще раз повторюсь, для меня Николай Максимович Сискоридзе человек с большой буквы, с огромной буквы, если можно так выразиться. Это человек, которому нужно сказать спасибо, что он пришел в наше телевидение. Я считаю, что таких людей, как он, должно быть больше и больше. И те низкие рейтинги, которые показывают сегодня вечером сейчас, программы, которые он ведет, да, как просто к Галкину ехал, значит, попросту людей отучили от культуры, приучили к этим шутам, скоморохам, к этим третисортным шуткам, к этим вот фрикам каким-то и так далее. Поэтому просто ведущий, просто замечательнейший человек, человек высокого уровня культуры, человек достойнейший, не устраивает, потому что он не устраивает склок, он не устраивает дрязг, он не устраивает ора и так далее. Да, значит, друзья, все дело в том, что вот СМИ пишут о том, что Первый канал рассматривает возможность замены, вы не поверите, Николай Максимович Сискоридзе на Гогена Солнцева, может быть, вы знаете такого товарища, это завсегдатай Малаховских больших стирок, где он безумно кричит. То есть, ну, я представить себе не могу, что Николай Максимович Сискоридзе просто такую глыбу, да, можно заменить абсолютно немонятно кем. Вот что пишут, тем не менее, руководство главной кнопки страны до сих пор не может определиться с тем, кто должен прийти на замену Сискоридзе. Я вообще считаю, что никто ему на замену не должен приходить, потому что заменить такого человека невозможно. Ну, а если следовать дальше стандартам, таким, знаете, похабным, то, в общем-то говоря, можно заменить и дальше оставаться такими. А можно меняться и, собственно говоря, меняться с приходом Николая Максимовича. Я бы вообще поставил Николай Максимович директором Первого канала, а потом министром культуры, это мое мнение, исключительно, что называется, субъективное. Рейтинги шоу сегодня вечером продолжают падать, пишут, и, значит, по слухам, ну, слухами земля полнится, СМИ пишут. Сейчас руководство Первого канала в срочном порядке подписывает, подыскивает, простите, замену Сискоридзе. Одним из претендентов, по некоторым сведениям, является эпатажный 41-летний шоумен Гоген Солнцев. Ну, они же там проталкивают своих и так далее, там же одним местом отработал, и все, и сел передачу вести. Ну, если, например, таланта нет. Значит, более того, худрук театра ужасов, это, видимо, Гоген Солнцев, значит, это вообще какой-то, знаете, это какой-то абсурд, даже читать это. Утверждает, что он уже практически утвержден в должности ведущего, то есть он сам это утверждает. Тем не менее, некоторые журналисты говорят о том, что Гоген никогда не сможет вести такую программу, как сегодня вечером, что это нужен человек уровня Сискоридзе и так далее. Друзья, ну, если на Первом канале совсем уже, как бы, да, тогда я думаю, что они могут рассмотреть эту кандидатуру всерьез. Но мне так кажется, что все-таки в этом смысле, если люди хотят в изменяющих сериалях сейчас, да, меняться, структурно меняться и становиться действительно интересным каналом. Каналом патриотически настроенным, да, потому что Первый канал в запасное время удивил просто баснословным количеством каких-то таких вещей, которые, казалось, никогда на нем не могут произойти. Начиная от плакатов в эфире новостей, заканчивая журналистами с двойным-тройным гражданством, зарубежной недвижимостью и так далее, да. Поэтому, как мне кажется, все-таки нужно следовать той, тому уровню, который задал Николай Максимович. Люди привыкнут со временем, а убирать нужно как раз тех, кто несет в массы вот эту вот агрессию, вот эти оры, что называется, уважаемых экспертов, да, потому что люди на вокзале тише разговаривают, чем эти так называемые эксперты, и приучать людей к культуре, вот как мне кажется. А вообще Николаю Максимовичу в защиту снимаю это видео. Друзья, с вами был Будда Гриш, напишите просто ваши комментарии, что думаете на все еще, давайте не будем оставаться в стороне, все-таки это телевидение, которое формирует, телек смотрит очень много людей. Дай бог сейчас молодежь вся в интернете, но тем не менее, мы говорим о контенте, который в принципе транслируется в интернет тоже. Это и какие-то сериалы молодежные, еще что-то, которые ничего не формируют молодежи, кроме как просто тупость. Друзья, ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео, для поддержки канала, кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал, подписывайтесь на резервный канал Будда Гришна Новости здесь в YouTube, чтобы мы с вами не потерялись. И телеграм-канал Будда Гришна Новости, там вся политика с вами комментарием. Успехов, здоровья, друзья, всем пока, до встречи.